Я вас приветствую в нашем учебном центре «Специалист» на нашем семинаре, который посвящен теме перехода на электронный документооборот. Очень актуальная тема на сегодняшний момент, то есть редко кто не задается этим вопросом, а как это будет, да, каким образом мы будем переходить на электронные трудовые книжки. Предлагаю это сегодня обсудить на нашем семинаре. Предлагаю построить его следующим образом, я сначала вам рассказываю, и далее потом у вас будет время задать мне вопросы. Наши вебинаристы могут задавать мне вопросы в чате, да, я обязательно постараюсь на все ваши вопросы ответить. Нашему центру 27 лет, мы на рынке образовательных услуг, и у нас порядка 1000 курсов и 250 преподавателей. Также у нас широкий спектр программ по кадрам, именно кадровая работа, и также есть курсы, две дипломных работы, это диплом по персоналу и руководитель кадровой службы со знанием одиннадцати. Также хочу представиться, меня зовут Чебутарева Светлана Владимировна, являюсь сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента, и являюсь автором и разработчиком курсов, также имею опыт работы, практической деятельности в кадровых службах организации более 15 лет. Ну и в настоящий момент активно взаимодействую с работодателем. Ну и также у нас два варианта диплома, это либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Тоже, если будут вопросы, можно будет ко мне обратиться, я проконсультирую. Итак, у нас грядут с вами существенные изменения в кадровой работе. В 2020 году мы должны будем с вами перейти на электронные трудовые книжки. Кроме того, в планах апробации электронной формы трудового договора предприятия переходят на электронную форму отчетов. Также планируются изменения в отношении электронной подписи. Что мы с вами обсудим? Перспективы перехода на электронный документ оборот. Какие прогнозы на сегодняшний момент по поводу внедрения трудовых книжек, то есть рассмотрим соответствующий законопроект. Также какие требования у нас сейчас к электронным документам есть, какая нормативно-правовая база. На самом деле, давайте сначала с терминологией разберемся, что мы понимаем под электронным документооборотом. Прежде всего, это обмен электронными документами под телекоммуникационным каналом. Телекоммуникационным каналом оператора электронного документооборота. И что есть в электронный документ? Это прежде всего файл, который подписан электронной подписью. Его не нужно распечатывать, потому что так как он и так является значимым документом, то есть именно в электронном виде, но при этом должна быть электронная подпись. На сегодняшний момент у нас компании переходят на электронный документооборот, ну и собственно можно выделить причины, которые препятствуют данному процессу. И в числе таких причин выделяют на первом месте высокую стоимость перехода. На самом деле у нас рынок электронного документооборота, как отмечают эксперты, демонстрирует стабильные темпы роста. То есть у нас большое количество программного обеспечения. Это вот что касается оценок экспертов. Прежде всего этот рост обеспечивается в основном за счет компаний, которые хотят повысить качество обслуживания потребителей, потому что прежде всего речь идет о внешнем документообороте. Чтобы внедрить в организации действительно юридически значимую систему, конечно же потребуется время и средства. И затраты прежде всего зависят от объема документооборота. Ну, соответственно, крупные компании, они используют, например, разработчики крупным компаниям предлагают такие решения, так называемые коробочные решения, интегрированные программы, которые позволяют этим компаниям оптимизировать систему документооборота в организации. Что следует отметить? Прежде всего на сегодняшний момент то, что у нас недостаточно закреплено требования к электронным документам и к электронному документообороту как таковому. Если мы с вами возьмем переход на электронный документооборот относительно кадрового учета, то, что мы имеем, да, у нас только есть информация по поводу дистанционных работников. Это статья 312.1 и 312.2. Далее, если мы посмотрим, у нас в законе закреплены требования, например, к наличию личной карточки. Это требование никто не отменял, что она должна быть именно в бумажном виде. Если мы возьмем 72-ю статью, там тоже есть требования, что документы должны быть в печатном виде. Поэтому что еще тормозит сам процесс перехода? Работодатели пугаются прежде всего того обстоятельства, что если возникнет какая-то спорная ситуация, у компании будут трудности с доказательной базой. Потому что в какой мере мы можем использовать именно электронный документооборот. Что еще связано с высокой стоимостью? Помимо того, что у нас программное обеспечение стоит достаточно дорого, электронная подпись. Прежде всего, наличие квалифицированной электронной подписи – это дорого. Так как это все ляжет на плечи работодателя, если у нас численность 500 человек, 1000 человек, стоимость такой подписи может составлять от 1000 до 5000 на 1 год. То есть поэтому о какой экономической эффективности мы сейчас можем говорить. То есть я так думаю, что необходимо сначала решить вопрос именно со стоимостью электронной подписи. То есть, с одной стороны, закрепление в документах требований к электронным документам, потому что пока их у нас нет. Пока это только в планах внесения данных изменений. Во-вторых, это стоимость самой подписи. Зачем же нам нужно переходить с вами на электронный документооборот? Прежде всего, если электронный документооборот в кадрах, позволяет решить две проблемы. Это снизить риск ошибок, потому что это будет у нас делать программа, в автоматическом режиме. Во-вторых, ускорить процессы. То есть работа с электронными документами быстрее. Пока мы с вами это оценить еще не можем, нам кажется все сложно. Потому что нам придется ввести те же трудовые книжки и в электронном виде, потому что есть уже требования, что мы должны сдавать отчеты в пенсионный фонд. Но помимо этого, как вы думаете, откажутся ли, готовы ли на этот момент работники отказаться от бумажной трудовой книжки? То есть у нас добавляются новые отчеты по пенсионному фонду. Они уже есть формы. То есть мы с вами будем подавать отчеты дополнительно, потому что те же отчеты с СЗВМ тоже никто не отменял. Мы их тоже будем предоставлять в пенсионный фонд. То есть у нас добавляется отчетность. Помимо бумажных документов, мы с вами еще будем оформлять электронные документы. Но это пока. Поэтому скорость с точки зрения преимущества внедрения автоматизации мы сможем оценить с вами чуть позже. Что касается электронных трудовых книжек. Естественно, мы в нашем семинаре просто не могли обойти данную тему. У нас есть комментарии Минтруда. Ну и вообще небольшая история вопроса. Потому что 28 июня 2018 года обсуждался как раз вопрос на заседании правительства. И в результате Минтрут у нас подготовил законный проект, который называется «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде». А также сформировал предложения по введению электронного документа оборота. Также нам Минтрут сообщил, что в настоящий момент ведется проработка норм о предоставлении работы дателям право введения обязательных кадровых документов, указанных в ТК. У нас действительно обязательные документы, они закреплены в ТК. А вот необходима эта проработка. Потому что сейчас эти вопросы до конца у нас не проработаны, это впереди. К таким документам у нас прежде всего относится трудовой договор. Пока у нас есть требования к трудовому договору, именно в бумажном виде. Только если речь не идет о дистанционных работниках. Вот там могут быть электронные договоры. Командировки, учет рабочего времени, документы по охране труда и другое. То есть требуется нормативное закрепление, что мы можем использовать электронную форму документа. Также у нас в 2018 году был эксперимент, в котором участвовали многие крупные компании. Такие как РЖД, Газпром, АвтоВАЗ, Альфа-Банк. То есть многие компании использовали, внедрили и даже поделились своим опытом относительно этого. Так вот, 17 сентября 2019 года, не так давно, ГУЗДОМа одобрила законопроект об электронных трудовых книжках. То есть сейчас у нас этот законопроект будет на рассмотрении в Совете Федерации. Как утверждают эксперты, к концу года этот закон будет принят. Но какие-либо доработки в него еще могут быть. Что касается самого законопроекта, то есть какие изменения? Ну, по сути, у нас их три. Первый вносит изменения непосредственно в Трудовой кодекс и устанавливает возможность введения документов в электронном виде. А именно речь касается о стаже работника, что мы стаж работника будем фиксировать в электронном виде. А второй вносит изменения в Федеральный закон об индивидуальном персонифицированном учете. Это относительно пенсионного фонда. Данный законопроект у нас вводит обязанность работодателей с 1 января 2020 года предоставлять в информационную систему ПФ пенсионного фонда сведения о трудовой деятельности работника. И третий, соответственно, вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, где устанавливает ответственность работодателей за несвоевременное предоставление отчетов о стаже работника по установленной форме. Давайте разберемся, какие изменения планируются. Что включает в себя данный законопроект, который говорит о внесении изменений именно в Трудовой кодекс? Что меняется? У нас будет дополнена статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора, будут дополнены пунктом. Трудовой кодекс, там было написано, будет или сведения о трудовой деятельности работы. Еще у нас появится новая статья 66.1. Называться она будет «Сведения о трудовой деятельности работника». Так вот, Пенсионный фонд у нас утверждает форму предоставления работодателями сведения о трудовой деятельности. У нас такая форма уже есть отчета. И также утверждает форму сведения о трудовой деятельности, которую будет предоставлять работодатель, работник. Получить эту информацию работник может по последнему месту работы, в МФЦ, даже через сайт госуслуг можно будет заказать данную информацию. Каким образом будет формироваться данная система? На сегодняшний момент четкой информации пока нет. А мы знаем четко, что отражено в законопроекте по последнему месту работы. Следовательно, работник у нас, если поступает на организацию, то тут все понятно совершенно. Соответственно, тут все ясно. По последнему месту работы мы его приняли, зафиксировали данную информацию. Я прощу прощения. То есть данные формы есть. То есть одна форма, по которой мы будем отчитываться в пенсионный фонд, вторая форма сведения о деятельности мы будем предоставлять непосредственно работнику. Также, о чем еще говорит у нас 66-я статья, что при заключении договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю заверенное надлежащим образом сведения о трудовой деятельности, полученную работодателю по последнему месту работы. На бумажном носителе или он может обратиться за данной информацией в МФЦ или в пенсионный фонд, либо заказать эту информацию на портале госуслуг. Работодатель обязан выдать работнику сведения о трудовой деятельности за период работы у работодателя. То есть только за этот период, который у нас работник трудится. Заверенное надлежащим образом на бумажном носителе в период работы работника, то есть если у нас работник работает, он может к нам обратиться с письменным заявлением, предоставить ему информацию о стажах. А также при увольнении мы должны будем предоставлять работнику эту информацию, то есть в день прекращения трудового договора. Далее, что еще сказано. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с отсутствием работника. Что мы делаем? Работодатель обязан будет направить работнику заказным письмом с уведомлением по почте сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя, заверенное надлежащим образом. То есть для того, чтобы отправить нам эти сведения, нам не нужно получать согласие работника. Если мы ведем еще параллельно трудовую книжку этого работника, которому не получилось в последний день работы трудовую книжку подать, то там все правила остаются, как и были, никаких изменений не будет. То есть мы направляем уведомления с просьбой забрать трудовую книжку, а также направляем по почте эти сведения из этой электронной системы по последнему месту работы этого работника. Вот для того, чтобы эти сведения отправить, нам не нужно будет ему, у него спрашивать разрешение. Еще сказано, что со дня направления указанного письма работодатель освобождается от ответственности за задержку в выдаче сведения о трудовой деятельности. Наоборот, кто-то отмечает, что это наоборот хорошо, если то нам надо было искать работника, чтобы у него согласие на отправку трудовой книжки по электронной почте, для того, чтобы отправить ему данные сведения, формально нам согласия не нужно. То есть если мы направили эти сведения, то мы от ответственности освобождаемся. Но помним, что у нас еще может быть бумажная трудовая книжка. Тогда все правила у нас остаются, как они и были. Да, тогда и то, и то делаем, абсолютно точно. Тогда и уведомление направляем с просьбой забрать трудовую книжку, либо дать согласие на ее отправку по почте. И одновременно отправляем сведения о трудовой деятельности. Работодатель также не несет ответственности за задержку в выдаче сведений о трудовой деятельности при несовпадении последнего дня работы и с днем оформления прекращения трудовых отношений в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 84.1. О чем речь в части 6, я вам напомню. Это если речь идет о продлении срочного трудового договора до окончания с беременной женщиной, до окончания отпуска по беременности и родам. То есть тогда ее нет физически. Либо если речь идет об увольнении работника за пробу. Тогда его тоже может не быть. По заявлению работника, еще что интересно, по заявлению работника в письменном виде или направленном в порядке установленном работодателем на адрес электронной почты работодателем. То есть работник может к нам обратиться по электронной почте, если он в свое время не получил сведения о своей трудовой деятельности, может обратиться к нам после увольнения, и мы в течение трех дней должны ему эти сведения отправить. То есть допускается электронный формат обращения к нам. В каких статьях еще у нас произошли изменения в трудовом кодексе? Это у нас 165-я статья. Гарантии. Случай предоставления гарантии. В связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности. То есть добавляется, да, теперь везде, где трудовая книжка, у нас добавляется кунг сведения о трудовой деятельности. Также это статья 234-я, что работодатель должен будет компенсировать работнику средний заработок, если он своевременно не выдал ему сведения о трудовой деятельности, либо не направил их по почте. И вот в эту статью у нас тоже будут изменения, это сказано, да, в результате, если заработок не получен, в результате работникам задержки работодателям выдачи работнику сведения о трудовой деятельности. Кроме того, что еще у нас включает, какие положения у нас включает сам проект федерального закона, который сейчас будет рассматриваться в Совете Федерации, который прошел одобрение Госдумы и теперь ждет свой черед в Совете Федерации. А именно статья 2 нам интересна, что в течение 20-го года работодатели должны будут осуществить ряд мероприятий. Что мы должны с вами сделать в течение 20-го года? Мы должны с вами осуществить подготовку, принятие или изменение локальных актов. Правда, указано при необходимости, что мы можем вносить какие-то изменения, связанные с переходом на электронный документ оборот по трудовым книжкам. Далее, что мы должны сделать? Уведомить работников в письменной форме. Вот на это обратите внимание. Об изменениях трудового законодательства, связанных с формированием и ведением сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Мы должны уведомить работника. Также мы должны сообщить работнику, что у него есть право на ведение трудовой книжки в бумажном виде. Но только если они подадут нам заявление о том, что они хотят, чтобы мы ввели им трудовую книжку в бумажном виде. То есть, если они нам это заявление не подают, то, соответственно, в случае, если мы не получаем такое заявление от работника до 1 января 2021 года, то тогда ведение трудовой книжки на бумажном носителе мы прекращаем по этому работнику и выдаем ему на руки. И, ну, и следовательно, освобождаемся от ответственности за задержку трудовой книжки. То есть, мы уже не отвечаем за эту трудовую книжку. Да, ну и заведение, соответственно, тоже. А вот работодатель, что сказано в законопроекте, должен будет ввести трудовые книжки в бумажном виде только на тех работников, которые до 1 января 2021 года сообщили нам об этом письме. Если они до 21 года, до 1 января 2021 года не сообщили нам, у них есть год подумать в течение 2020 года, мы должны провести мероприятие, уведомить их о том, что у них такое право есть сохранить бумажную трудовую книжку. Соответственно, тогда мы уже перестаем на них ввести трудовые книжки, начиная со 2 января 2021 года. А вот я почему задала вам вопрос, многие ли работники откажутся от введения бумажных трудовых книжек? Нет, конечно. Соответственно, те работники, которые поступают в организацию после 1 января 2021 года, впервые поступают, у них нет трудовой книжки, мы уже никому эти трудовые книжки заводить с вами не будем. Даже по заявлению нам нас принято. Здесь возникает вопрос следующий обычно. А если вы уволились 8 января 2021 года, пришли в другую организацию и хотите, чтобы вам ввели трудовую книжку, закон об этом умалчивает? Пока вот в том виде, в каком мы имеем дело с законопроектом, пока нет. Но потому что об этом не сказано. Потому что вот смотрите, какая здесь формулировка. У меня это вот выдержки из самого законопроекта. Введение сведения о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, осуществляется в соответствии с настоящим законом. И сказано, что трудовая книжка на указанных работников не оформляется. Но нигде не сказано. А если это продолжающие работники? То есть в законе этого нет. А здесь два варианта развития событий. То есть либо это будет дополнено, конкретизировано, мы получим разъяснение про струда, к примеру. Да. Ну и либо, соответственно, так оно и останется. То есть уволитесь в 2021 году, но следовательно только останется у вас эта трудовая книжка, никто вам ее уже перевести не будет. Если не будет каких-то разъяснений. По этому поводу. А вот эта справка, которую я вам скажу, она все равно будет при любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах, даже если работники, да, работники, сведения о трудовой деятельности мы начинаем с вами уже вести с 2020 года. Это дополнительные трудозатраты. Почему я сказала, что у нас появляются дополнительные отчеты, дополнительные трудозатраты. В общем, стоит прям поднимать вопрос о увеличении численности кадровой службы. Да, это расход бумаги. Магия – это раз. Расход бумаги – это два. Закупка конвертов – это три. Очередь почтовой машины. Вот видите, как четко все скалькулировали прям сразу. А вот, поэтому сейчас давайте мы рассмотрим, да, и потом уже тогда продолжим с вами дальше обсуждать по этому поводу. Что касается данного закона проекта, он уносит изменения не только в трудовой кодекс. Как вы понимаете, там на многих законах это угрожается. Потому что у нас также есть изменения в связи с этим. Это и в федеральном законе о занятости населения. Там тоже дополнено сведения о трудовой деятельности. Это при постановке на учет в качестве безработных. Кроме того, у нас есть обязательно социальное страхование на случай несчастных случаев. Там тоже указано, в каком случае можно назначить, получить выплату по страхованию. Там тоже дополнено сведения о трудовой деятельности. Раньше только была трудовая книжка. Ну и что касается самой отчетности. Пенсионный фонд уже анонсировал, что данный отчет уже есть. Это у нас СССР ВТД. Да, СССР ВТД, потому что трудовая книжка, да, совершенно очевидно. Да, и с 1 января 2020 года новый отчет будут сдавать все работодатели. Сейчас это еще не все. Ну что вы, да. Значит, каков порядок? Мы будем предоставлять пока этот отчет с 2020 года ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. То есть первый такой отчет мы с вами должны будем предоставить в пенсионный фонд с 17 февраля 2020 года. Это в течение 2020 года, да? Да, это в течение 2020 года. А вот с 1 января 2021 года и компании, и предприниматели, которые выступают работодателями, будут сдавать отчет на каждый случай кадровых изменений. То есть приняли на работу, сообщили. Перевели. А постоянно. Да. Каждому. Каждому. Да. Знаете, по аналогии, как и с бумажной трудовой книжкой. То есть мы с вами как? Перевели работника, делаем запись трудового книжка. Соответственно, здесь то же самое будет. И вот здесь сказано, что такие сведения надо будет предоставлять не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о приеме или увольнении. Сегодня приняли, завтра уже должны будем сообщить это в пенсионный фонд. Да, вот как... Вы оценили масштаб? Не считая того, что помимо того, что вы будете постоянно отчитываться, нам еще надо будет ввести трудовую книжку, потому что я уверена, что 80%, если не больше, то у меня очень оптимистичный прогноз, работников не откажутся от трудовых книжек. Их правда не откажутся они от них. Поэтому, да, дополнительные будут затраты. Что касается бланка, образец бланка СЗВТД. Здесь все достаточно просто в плане заполнения. Мы указываем фамилию и имя отчества работника СНИУС. Мы указываем дату приема перевода увольнения. Вид мероприятия, сейчас поясню, там есть кодировка в этом отчете. Указываем должность структурное подразделение, статья, по которой уволили, например, работника, если речь об увольнении. И далее номер приказа, на основании которого это мы все произвели. Что касается кода, у нас каждое кадровое действие будет с вами иметь код. Приняли на работу циферка 1, перевели циферка 2, уволили циферка 3. То есть в этом отчете у нас также предусмотрена кодировка этих наших кадровых действий. Но на самом деле заполнять этот отчет несложно. Если вы форму посмотрите, он достаточно простой. Но просто единственное, это вы правильно заметили, дополнительные трудозатраты этот отчет заполнить и направить в пенсионный вход. Не будет. С программой 1С это никак не связано, да. Потому что это будет отдельная информационная система ПЭ. То есть ее можно будет скачать с пенсионного фонда, установить у себя. Единственное, можно будет обратиться к программистам, потому что я пока еще не смотрела, как это можно сделать. Синхронизировать, чтобы у вас картинка ложилась с программки 1С на вот эту вот информационную систему. Да, 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 да. Но это я так думаю, что надо будет уже обращаться непосредственно к программистам. То есть надо будет дождаться принятия закона. А вот тогда, собственно, уже посмотреть. Если будут какие-то изменения, коррективы, мы их все увидим. Потому что пока еще закон у нас не принят. Вот, как говорится, ждем. А в каком виде сдавать отчет? Есть такая информация. Если менее 25 работников, отчет с ИЗВТД можно будет сдавать как в бумажном виде, так и в электронном. Если у вас больше 25 человек, то только в электронном виде предоставляется данная отчетность. Да. И отправили. Да, абсолютно точно. То есть заполнили, да, и отправили. Единственное, если очень большой поток у вас, то есть много работников принимаете, увольняете, переводите, тогда да. Если компания небольшая, то, в принципе, здесь не так сильно это изменит работу. Что касается новой редакции статьи 5.27. У нас будет новая редакция. Вы знаете, основные штрафы по нарушению ТОО законодательства у нас отражены именно в этой статье. Пока речь только о предупреждении. Относительно штрафа – это мое предположение. Да, ну, вы знаете, как мы надеемся на лучшее, как говорится, но готовимся к худшему. Значит, что касается предупреждения в новой редакции. Предупреждение грозит тем работодателям, которые вовремя не сдадут сведения о трудовой деятельности работников ПФР. Два и более раза в течение года. Если мы сроки нарушим, два и более раза в течение года, тогда у нас будет предупреждение. Потому что пока сейчас речь в новой редакции именно о предупреждении. Но я не думаю, что это оставят без штрафов. Я понимаю, что мы видим абсолютно. Ну, конечно, да. Ну, естественно, да. Потому что все равно сроки – это важно. Тем более, если в течение 20-го года, это до 15-го числа, мы раз в месяц отчитываемся, да. То с 21-го года мы с вами будем каждый раз, когда принимаем, переводим, увольняем, будем фиксировать и направлять это в пенсионный фонд. Вот там больший риск нарушения данных сроков. Периодичность только каждый месяц до 15-го числа мы будем предоставлять те сведения в течение 20-го года. С 1 января 2021 года мы будем каждый раз, принимая постоянный перевод, мы тоже будем предоставлять сведения в пенсионный фонд. В режиме реального времени мы будем вести эту информационную систему. А совместителей нет, не касается, но обратите внимание, что работодатель по основному месту работы должен делать запись о работе по совместительству по письменному заявлению совместителя. То есть он может к нам обратиться, предоставить справку с основной работы по совместительству и попросить нас делать запись трудовую книжку. Эта ситуация в этом законе тоже не рассматривается. Поэтому мы можем говорить пока что как в сыром виде этот вариант. Еще вы можете зайти, почитать информацию в пенсионный фонд Российской Федерации. Там есть целый раздел, посвященный электронной трудовой книжке. А там нам пенсионный фонд расписывает какие преимущества, как перейти на трудовые книжки, перечень сведений трудовой книжки. То есть, ну вот есть также вопросы-ответы, может что-то интересное для себя подчеркнете. Что касается самих сведений, перечень сведений. У нас электронная трудовая книжка будет дублировать сведения из бумажного носителя. Поэтому, в принципе, там все будет то же самое, что и на бумаге. Были предложения еще ввести раздел о награждениях. Я думаю, что он там тоже будет. Это будет программа, пока мы ждем ее. Мы ее очень ждем, чтобы с ней поближе познакомиться. Но пока ее нет. Она будет как с принятием закона. И вот сейчас, потому что до конца года мы все это объясним для себя. Потому что сейчас закон пройдет через Совет Федерации. Я думаю, что он его уже в этом виде одобрил. Следовательно, сейчас он пройдет через Совет Федерации. Потом его утвердит президент и все подписывает президент. И все. И уже тогда у нас будет эта программа. Мы сможем с ней познакомиться. Да. А что касается... Да, значит, смотрите. По поводу того, как будет формироваться эта база. Ага. Хороший вопрос. По поводу... Да. Значит, смотрите. Каким образом будет формироваться эта база? Законопроект умалчивает. Умалчивают все. Пока никто не в курсе. Да, действительно, у нас есть база, которая формируется в пенсионном фонде с 2003 года. Но я не уверена, что та информационная база, в которой мы будем вводить эти отчеты, она каким-то образом соотносится с этой базой. Каким образом из одной базы информация будет попадать в другую? Не попадет ли она туда в кривом виде? Когда будет пересортиться по одному работнику, будут совершенно противоречивые сведения и информации. Я думаю, что это именно так и будет. Потому что это новая информационная база. Она никак не связана с отчетами СЗВК. Вообще никак не связана. Вот. Поэтому как это все будет, никто не знает. Что я рекомендую сейчас делать? Провести аудит трудовых книжек, посмотреть на всякий случай, оценить масштаб бедствия. Если вдруг нам придется эту базу формировать по своим работникам вручную. Потому что такой вариант я не исключаю. Опять же, мы надеемся на лучшее, но готовиться мы должны все-таки к худшему. Вручную ее сформировать в годах. А у нас целый год. Поэтому такой вариант не исключен. Это возможно, да, что это не потребуется. То есть возможно и не потребуется. А возможно и потребуется. То есть гарантии таких никто нам не дает. Потому что, смотрите, в законопроекте только по последней работе. Там не сказано о том, в законопроекте, что мы должны вносить сведения о предыдущих годах работы сотрудников. А вот, с другой стороны, у нас есть база в пенсионном фонде. Но она тоже, эта база, она не дублирует трудовую книжку. Там же нет информации о переводе сотрудников. Ничего этого нет. Поэтому вариант какой? Либо мы действительно будем формировать информационную систему на всех работников. И вносить сведения по предыдущему стажу работников. Либо у работника будет одна часть стажа в электронном виде, а вторая часть стажа в бумажном виде. То есть вот варианты два, да. С теми, кто поступает на работу с 1 января 2021 года, впервые с ними все ясно. А вот как быть у тех, у кого уже по 50 лет стажа, никто не знает пока. Я думаю, что вариант такой может быть, что просто оставят бумажные трудовые книжки, их же никто не отменял. То есть никто не аннулирует стаж по трудовой книжке бумажной. И часть вот уже с 1 января 2021 года, она часть будет формироваться в электронном виде. Ну и сведения мы получаем у последнего работодателя. То есть работник может к нам обратиться, даже работающий сотрудник. То есть понятно, что при увольнении мы такие сведения должны будем выдать. Также может обратиться напрямую в ПФР, в МФЦ, либо заказать на сайте через госуслуги. Есть еще у нас форма сведений, называется форма СЗИ-ТД. Это те сведения, которые выдаются работникам. То есть предыдущая форма, по которой мы отчитываться будем с вами в пенсионный фонд, данные сведения, которые мы должны будем предоставлять нашим работникам. Да, это форма для работника. Ну еще что хотелось бы сказать по поводу электронной подписи. Раз мы говорим о переходе на электронный документ наоборот, рекомендую ознакомиться с федеральным законом номер 63 об электронной подписи. Там есть понимание, что есть электронная подпись. Есть такое понятие, как сертификат ключа проверки электронной подписи и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. И также у нас там сказано, это статья 6, что информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначенным документу на бумажном носителе. Это что касается нормативной базы. То есть равнозначной на бумажном носителе признается только усиленная квалифицированная подпись. А если речь идет о простой электронной подписью, то она у нас неравнозначна бумажному носителю. Или есть неквалифицированная электронная подпись. Она может признаваться электронным документом, равнозначным документом на бумажном носителе, только если это будет установлено федеральным законом, либо если стороны оформят соглашение друг с другом, ну а взаимном признании данной подписи. То есть не умолчанию она таковой не является. Вот только должна у нас быть, если мы говорим оформлении трудового договора, у нас должна быть именно усиленная квалифицированная подпись. Если неквалифицированная и простая, то тогда только если мы с вами договоримся, оформим это в виде соглашения, что мы эту подпись признаем. Поэтому здесь еще требуется нормативное урегулирование данного вопроса, а именно вопроса использования электронных подписей для оформления трудовых отношений. То есть как это будет выглядеть, я думаю, что конкретизирует. И еще у нас в статье 5 есть виды электронных подписей. И там выделяют следующее. Это простая электронная подпись. Они просто обладают разной степенью графической защиты. Есть простая электронная подпись, есть усиленная неквалифицированная подпись, и есть усиленная квалифицированная подпись. Вот по умолчанию равнозначным документом с оригинальной подписью и печатью признается только усиленная квалифицированная подпись. А сейчас у нас в трудовом законодательстве к электронным документам, как я уже говорила, есть требования только относительно дистанционных работников. По всем остальным у нас таких требований с вами пока не зафиксировано. Поэтому пока, вот на сегодняшний момент, с учетом текущего состояния нормативно-правового регулирования, целиком и полностью отказаться от бумажных носителей мы с вами не сможем. То есть это будет постепенно. Но переходить надо, да? Но я думаю, что все равно это будет происходить достаточно быстро. То есть сейчас примут первый закон, далее будет это все конкретизировано и так далее. А еще с чем возникают сложности? В этом случае возникают сложности именно с получением квалифицированной подписи. Во-первых, предоставить эту подпись, получить ее можно только в аккредитованном удостоверяющем центре. Что для этого нужно? Документ удостоверяющий личность НИЛС ННН, основной государственный регистрационный номер записи, но это если речь идет о предпринимателе, дополнительный комплект документов. Если, например, вы оформляете подпись именно юридического лица для организации, вот тогда еще должна быть доверенность. А где это можно посмотреть? Вот аккредитованный центр, этот центр аккредитован Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ. То есть только те, которые получили данную аккредитацию, могут выдавать данную подпись. Стоимость зависит от целей. Я подчеркну, это где-то от 1000 до 5. А срок действия вот этого сертификата – один год. Для кого угодно, то есть стоимость, она вот такая будет. Бесплатно можно оформить только простую электронную подпись. Поэтому если этот процесс удешенить каким-то образом, потому что это ляжет на плечи работодателя. То есть с одной стороны это программное обеспечение, с другой стороны это каждый год. Представьте, если у нас 500 человек, все можно оформлять вот эту вот подпись. То есть о каком экономическом эффекте, в принципе, может идти речь. И вот, кстати, перечень аккредитованных организаций – это вот портал полномочного федерального органа в области использования электронной подписи. Можно найти на сайте МФЦ. То есть вся информация по электронным подписям есть на портале МФЦ. Можно зайти посмотреть, где можно получить такую подпись, кто выдает. Ну и последнее, что хотелось бы отметить, просто мне часто задают вопрос, так называемый закон об отпусках. Слышали? Обычно все слышали. Более того, СМИ уже анонсировали, что вот-вот эти изменения вступят в силу. Новый порядок предоставления отпуска. В последнее время действительно очень много обсуждался. Планировалось, что эти изменения вступят в силу с 1 октября 2019 года. Обычно спрашивали, ну что, приняли, приняли? Нет. Так вот, в чем особенность? Данный законопроект предполагает внести еще одну статью Трудового кодекса. Статья 15.1, 15.2 и 15.3. И этими статьями устанавливаются возможности обмена информации между участниками, не только в устной и пищевой форме, но и с использованием электронных и технических средств. То есть можно будет подавать электронное заявление. Но пока, опять же, пока он не прошел даже через Государственную Думу. То есть пока еще нет. И будет он в таком виде, либо будет изменен, тоже пока информации нет. Но вот тоже обсуждается вопрос по поводу электронных документов. То есть по поводу их использования. А что значит официальный ящик почтовый? Как это понять? Как понять, у меня официальный почтовый ящик или нет? Его же не надо регистрировать нельзя. А здесь речь пойдет не о почтовом ящике, а о наличии подписи. Знаете, это знаете, как шутка такая есть по поводу электронного документа в России. Да, это берешь, распечатываешь документ, ставишь подпись и сканируешь. Вот вам электронный документооборот. Нет, конечно. То есть здесь не важно сама почта, домен. Здесь важна будет именно электронная подпись работника. Что мы можем подавать заявление в электронном виде, но только при наличии соответствующей подписи. Сейчас вы сейчас уже можете посмотреть, в форме у вас организован документооборот. Убрать все лишние документы, постараться. Но то, от чего мы можем отказаться, можно попробовать от этого отказаться. Во-первых, посмотреть, то есть что мы сейчас делаем, что можно уже начинать оптимизировать. Вот, какие процессы. Ну и... Да. Вы имеете в виду, что и сотрудник должен пропадать, и подписывая свои документы. Да. Но это значит, что он должен отправлять это заявление в систему электронной документации. О компании. Да, то есть у вас будет одна компания, точнее система в компании. И сотрудники будут писать заявление в электронном виде, подписывая это заявление в электронной документации. Обращаю внимание, что кто сейчас работает в СЭП, это программа, да, такая. Многие уже оформляют командировки в электронном виде, оформляют и заявления принимают в электронном виде. Многие компании уже это делают. Да, у каждого работника. Нет, смотрите, квалифицированная подпись в зависимости для целей. Вот здесь еще тоже не совсем до конца определено. Я так думаю, что для подачи заявления нам достаточно будет и простой электронной подписью. Да. А вот чтобы заключить договор, нам потребуется квалифицированная усилия. И работнику, и... Да, на юридически значимых документах это не обсуждается по умолчанию. Мы сейчас говорили, что признается не назначенным бумажным документом. Если речь идет о договорных взаимоотношениях, то руководствуясь положением статьи 312.1 и 312.2, там есть требования к печати. Только усиленная квалифицированная подпись. Только. И со стороны работника тоже. Ну, в общем, конечно, если мы будем заключать со всеми нашими работниками электронную форму договора, не только с дистанционными, а со всеми, тогда должна быть и у нас, как у работодателей, это квалифицированная подпись, и у всех работников в том числе. И, естественно, оформлять работники эту цифровую подпись будут не за свой счет, а за счет работы дателям. Именно поэтому сейчас надо как-то вносить коррективы, вот, вносить изменения. Да, я, в принципе, готова выслушать ваши вопросы. Давайте обсудим. А, нет, пока, пока об этом тоже, по поводу биометрии никаких пока нет. А, вы, на самом деле, когда регистрируете, получаем, что-то там, по-моему, и кладем палец, я настолько помню. Ничего, сейчас это, выходи, если хотите, можете это сделать, Сбербанки, вы можете оформить биометрию. Они уже тоже активно готовятся, вот, к этому. Так что, Почта, Банк, Сбербанк России, да, они это сейчас. Да, 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 это законопроект, надо уведомить работников. В течение 20-го года, как только, сейчас пока не бежим. Да, мы не бежим впереди, ПРООЗ, законопроект пока не тренирует. С 1 января, следовательно, я думаю, что крайний срок, когда этот закон будет утвержден, это у нас будет декабрь текущего года. А уведомление как-то, на стороннем порядке? Да, уведомление. В связи с изменением в соответствии с федеральным законом, мы уже в уведомлении будем делать ссылку на конкретный федеральный закон. Да, если вы хотите ввести бумажный вариант, вы должны до конца 20-го года подать в кадровую службу заявление. Ознакомить подробно, да, вы должны вручить ему уведомление, должны получить подпись, поставить они должны подпись, что они, ну, получите данное уведомление, они в курсе. Да, ну, вы делаете, да, каждому. Вот, вот, собственно, такие у нас перспективы, это та информация, которой я хотела с вами поделиться. Скажите, пожалуйста, если вот подпись на углу дается, да, а работа есть на 3-го сезона, то нужно работать. А эта подпись только за работником, потому что она снабжена средствами защиты, и эту подпись может использовать только работник. Если эта подпись у работника оформлена на работника усиленная, квалифицированная, она за ним и остается. Это все. Да, следовательно, мы оформили, он может уволиться с ним.